Друзья, как часто вы сталкиваетесь с ограничениями доступа к контенту из-за вашей геолокации? Или может быть вам важно обеспечить анонимность или безопасность сети? ProxyChains это как раз то, что поможет вам решить данные проблемы и даже больше. Прежде всего, что такое ProxyChains? Это мощный инструмент для маршрутизации сетевого трафика через цепочку прокси-серверов. Он позволяет вам скрыть свой реальный IP-адрес, обеспечивая анонимность при использовании интернета. Например, представьте, что вы хотите получить доступ к контенту, который доступен только в определенной стране. С помощью ProxyChains вы сможете подключиться к прокси-серверу в этой стране и получить доступ к контенту, обходя географические ограничения. Кроме того, он обеспечивает дополнительный уровень безопасности путем маршрутизации вашего трафика через несколько прокси-серверов, что делает сложным отслеживание вашего местоположения и идентификации вашего устройства в сети. Именно по этой причине ProxyChains могут использовать хакеры для скрытия своей истинной локации и анонимизации своих действий при проведении целенаправленных атак или взломов. Это позволяет им избежать обнаружения и преследования со стороны правоохранительных органов. С другой стороны, обычные люди могут использовать ProxyChains для обеспечения приватности и безопасности в интернете. Например, вы можете использовать его для обхода цензуры в странах с ограниченным доступом к определенному контенту или для защиты личной информации при использовании общественных Wi-Fi сетей. Важно понимать, что законность и этичность использования таких инструментов как ProxyChains зависит от намерений и контекста их применения. В этом видео вы увидите, как установить, настроить ProxyChains, а также вы увидите его работу на практике в целях защиты вашей онлайн-приватности и безопасности. Давайте представим, что некий HackerX обращается к девайсу жертвы через сервер Y и проводит сканирование или атаку. Брэндмауэр жертвы реагирует на инцидент, она обращается с запросом в правоохранительные органы и сообщает об инциденте. Они, в свою очередь, посылают запрос владельцам сервера и те, посмотрев логи, сообщают им IP, адрес юзера или злоумышленника. Киберодел сообщает жертве, вон это тот парень. Поэтому для анонимности следует использовать прокси-сервера. В данном случае их три, входящий промежуточный и выходной, но вы можете использовать больше. Существует несколько цепочек прокси-серверов. Первая – это динамическая цепочка, подключение происходит в последовательности, установленной пользователем, и если какой-то прокси окажется недоступен, он будет пропущен и соединение будет установлено. Вторая – это строгая цепочка. Подключение происходит в строгой последовательности, как и в динамической, но если один из прокси недоступен, связь оборвется. Следующая – это рандомная цепочка. Подключение к серверам производится рандомно, но как и со строгой цепочкой, если один из узлов будет недоступен, связь оборвется и соединение будет недоступно. Так что же произойдет, если жертва попробует узнать, кто к ним подключился в этот раз? Правоохранитель обратится к выходному узлу, тот не будет знать данные о клиенте, так как за ним есть еще промежуточные узлы и данные шифруются. Расследование будет в замешательстве и не сможет просто определить клиента. Перейдем к практике. Открываем терминал в нашем Kali Linux и первым делом устанавливаем ProxyChain, если он не установлен. Далее открываем конфигурационный файл ProxyChain.conf. Здесь видим описание цепочек. DynamicChain, StrictChain и RandomChain. Активируем динамическую цепочку, раскомментируем ее и закомментируем StrictChain. Proxy DNS обязательно должна быть активна, чтобы избежать утечки вашей DNS. Здесь можно изменить тайм-ауты подключения к Proxy. Я оставлю стандартные. Далее приводится пример установки ваших Proxy. Это SOX, IP, номер порта, логин и пароль, если они покупные. Добавляются они вот сюда. Я добавлю только SOX5 от ТОРа. Сохраняем наши изменения. Далее нужно установить сам ТОР. Теперь проверяем статус. Как видим, ТОР не активен. Активируем ТОР. Снова проверим. Активен. Все в порядке. Запустим Firefox через ProxyChain. Важный момент. Перед запуском все вкладки должны быть закрыты. Запускаем. Открывается браузер. Как видим, соединение установлено. Давайте все проверим. Откроем сайт DNS leak test. Все отлично. Показывает, что мы в Нидерландах. На самом деле это не так. Проверим, есть ли утечка нашего DNS. Здесь тоже все отлично. Через ProxyChain мы можем запускать не только браузер, но и все необходимые нам утилиты. Например, тот же Nmap. Вот таким вот образом. На этом закончим наше ознакомление с ProxyChain. Безопасности вам и анонимности в сети. Жмите subscribe и like. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok